А насколько успешно движется ремонт и модернизация Запорожского аэропорта, проверил заместитель городского головы Сергей Гладченко в ходе выездного совещания. Подробности в следующем сюжете. Проблемный аэропорт в последние годы был притчей во языцах, однако после передачи его в коммунальную собственность стартовали серьезные работы. Так, более 100 тысяч гривен выделено из городского бюджета на ремонт 4000 квадратных метров кровли. 480 тысяч освоят в ходе ремонта рулежной дорожки-1, по которой самолеты въезжают на взлетную полосу и съезжают с нее к аэровокзалу. Проект ремонта у нас есть по РД-1 рулежной дорожки-1. Выполнять его будет наше коммунальное предприятие ЭЛУАТ. Единственное, что там они должны специальную битомную смесь взять. Здесь нагрузки немножко другие, чем на магистралях. Летом аэропорт за неделю обслуживал шесть рейсов, на которых состояли самолеты класса Боинг-737. Сейчас два. Для работы с крупными аэробусами и внушительным пассажиропотоком нужен кольцевой транспортер и соответствующее помещение. Работы в этом направлении активно ведутся. Площадь мы значительно увеличили, для того, чтобы люди могли нормально подходить к кольцевому транспортеру. Сам кольцевой транспортер уже доставлен и имеется здесь. Это было одно из главных условий для того, чтобы сюда к нам почаще прилетали самолеты достаточно большие. Этот кольцевой транспортер позволит, я думаю, по скорости обслуживания в три раза увеличить. Сейчас вручную с машины подается чемодан и пассажиры забирают. Проверили также состояние снегоуборочной техники, ведь зима с непредсказуемым количеством осадков уже не за горами. Субтитры создавал DimaTorzok